Переоценить значение малого и среднего бизнеса в экономическом развитии района, края и страны в целом очень сложно. Это прежде всего создание новых рабочих мест и пополнение бюджетов различных уровней. В декабре 2019 года в Лобинске открылась школа предпринимательства. Ее целью является оказание помощи начинающим и действующим бизнесменам. Мы оказываем любую помощь в плане ведения бизнеса. Как открыть ИП или ООО, какие документы требуются, все вопросы, сложности, возникающие в плане ведения бизнеса, можно прийти к нам, обратиться и мы поможем, проконсультируем. Также мы проводим обучающие семинары, вебинары, мастер-классы. Они пользуются большим спросом среди предпринимателей нашего города и района. Сегодня у нас проходит семинар, точнее двухдневный практикум. Спикером является Герман Крашенинников. Это очень известный предприниматель с многолетним опытом работы, бизнес-эксперт, консультант. Как подготовить инвест-проект, привлечь в него финансирование и внедрить современные технологии? Своими знаниями, поведению и развитию бизнеса поделился предприниматель с многолетним стажем, ведущий спикер Герман Крашенинников. Двухдневную обучающую программу разделили на два основных блока. Один блок – это привлечение финансов в свой бизнес, в инвест-проекты для развития. И второй блок, во второй день будет, это вопросы, связанные с повышением эффективности своих бизнесов, своими силами, сегодня без дополнительных вложений. Я буду рассказывать исключительно практические моменты, то, что предприниматели могут реально использовать, чтобы помочь им в своих делах. Участники тренинга – это действующие и начинающие предприниматели Лобинского района. Все они пришли за новыми знаниями и ответами на вопросы по развитию и созданию успешного бизнеса от Германа Крашенинникова, предпринимателя с большим опытом. Мелочей в бизнесе не бывает. Нужно уделять внимание всем аспектам, всем моментам. И второй момент – это то, что вовлеченность предпринимателя в то, чем он занимается, должна быть максимальная. Это не значит, что не нужно заниматься делегированием или правильно распределять задачи. Весь вопрос в том, что контроль должен исходить от предпринимателя, постоянный, системный. И вот такие системные бизнесы, те предприниматели, которые таким образом себя сегодня позиционируют и действуют, они обеспечивают успешную работу независимо от внешних факторов.